всем привет сегодня попробуем написать небольшой веб-сервер незащищенное соединение обычное соединение короче веб-сервер на языке sim это как бы просто для образовательных ну понятное дело канал образовательный и это как бы здесь он понятное дело будет неполноценный этот веб-сервер но тем кто не знал как она работает возможно узнает то есть как в общих чертах работает что такое веб-сервер ну на самом низком уровне ну и просто тем к тем кто был незнаком с сокетом и немного познакомиться потому что я их обходил ну как обходил руки не доходили до сокета потому что какой-то сложной темы ну как бы это не такая сложная тема с ними нужно нужно взять и поработать все всегда упирается в архитектуру как это все написать как обрабатывать сообщения которые приходят по сети и и так далее и тому подобное а это такой будет простейший сервер который можно даже дома запустить может быть у кого-то есть arduino с ethernet модулем то вполне себе будет работать ну тот сервер который мы напишем то есть самом-самом простейшем случае он будет способен принимать сообщение ну пакеты и отправлять и это будет возможно делать с браузера и так ну немного еще очень и очень немного познакомимся с http а в частности с одним заголовок ком то есть с одним пакетом с заголовком get ну если можно так выразить короче 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 приступим это я буду делать в линуксе но в windows и там очень мало надо будет сделать изменений и этот веб-сервер тоже будет работать одним из наиболее общих интерфейсов для доступа к транспортным протоколам является сокеты berkeley или еще называются bbsd сокеты то есть они получили свое имя от разновидности unix berkeley software distribution где они были впервые на реализованы ну и дальше для краткости в основном они называются просто сокетами ну и чего мы начнем но первым делом нам нужно по подключать всякие там заголовочные файлы ну в линуксе в юниксе сами сокеты функции по работе с сокетами описывается вот здесь сокет windows это по моему вин сокет или вин сок ну я жарю это не проблема так дальше дальше я сразу подключу еще набор еще некоторые заголовочные файлы вот этот какой еще нам надо стады его есть а стады лип надо либо тайм 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 не надо не надо ладно понадобится то то напишем и так первым делом нам нужно получить сокет ну смотри как она вкратце выглядит выглядит давайте клиент что у клиента даже давайте я вот так вот сделаю краткая структура клиент он создает сокет вот так вот сокет дальше функции это я просто по функциям напишу а дальше на там еще это за проблемы а дальше разберетесь и сина как выглядит клиент вот так вот создается сокет потом вызывается функция бинт потом connect потом 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 наверное это надо вот так вот разделить то есть как бы в этой табличке что может делать может делать клиент в райт рид так давайте наверно напишу поставлю на паузу сейчас это краткую структуру напишу и потом вам покажу и так вот вкратце вкратце вот клиент то есть это все системные вызовы это функции api так сказать и сокет бинт бинт обязателен или не обязательно вот эти вот знаки вопроса то есть не обязательно на стороне клиента делать бинт что-то кабинту знаете дальше connect потом когда соединение произошло вот связки вот таких вот функций можно использовать в рай 3 центр эку сенту реку from в рай твой ну и так далее сервер у сервера сокет бинт лисан бинт здесь обязательно акцепт и опять таки вот связки этих функций то есть когда происходит соединение клиенты сервер общаются друг другом с помощью вот таких вот функций ну и клаус закрывает сокет закрывает сокет и так теперь 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 что такое сокет но сокет это некий такой идентификатор числовой который хранит ну диск рептор что ли а поэтому диск рептору система уже знает чё куда откуда слушать пакеты ну это уже низкий уровень нам низкий уровень не надо для начала давайте посмотрим вот здесь здесь надо создать соки они мы сервер делаем вот соки значит надо вызвать функцию функцию которая системную функцию которая нам создаст соки ну напишем для этого он будет для нас вот пинт и будет креет сокет функции которая будет создавать сотки на вход она будет принимать порт потому что нам нужно еще обязательно на каком-то парке так define сервер порт и давать это будет по поводу портов порты на очень много портов зарезервировано ну как много за не зарезервированы и там всякие типа 80 создатели 80 80 не получится потому что они зарезервированы системой о зарезервированных портах можете в интернете найти таблички но там после какого-то значения уже порты в свободном доступе это порт это будет порт соединения потому что у нас будет айпи и на этом айпи множество портов будут по этим портам с компьютером то есть компьютер посредством этих портов имеет связь там с внешним миром или с внешними службами такими как вот http https ну это расширение http там по моему порт один и тот же дальше там всякие ssl и ssh и там telnet и и так далее и тому подобное то есть об этом почитать но я решил я выбрал порт 8000 ну он свободен он свободен для он никем короче не зарезервирован если же вы хотите занять 80 порт то вам нужно остановить службы веб-сервисов на своем компьютере потому что так у вас не получится порт уже занят короче идем нам нужно создать сокет куда мы будем передавать порт но давайте внизу сразу и сделаем реализацию этой функции апс аргумент pointer стр порт здесь сразу return 0 сделаем и как нам создать наш сокет но в первую очередь объявляем перемен и сок дальше дальше есть такая структура стракт аддр инфо так сейчас дальше 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 нам надо сервер инфо сервер инфо сервер инфо сейчас вы увидите что это такое так и надо надо нам еще просто вот такой p pointer временная будет переменная дальше 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 выделим память точнее очистим мем сет и очистим но забьем на все нулями вот этот вот объект так возьмем адресу чик собьем все нулями сайз и сайзов ну можно вот так дальше теперь что такое аддр инфо ну здесь непосредственно у нас хранится информация так как кстати для этого надо подключить еще один хидер им клуб по моему нет деби да вот здесь хранится вся информация о адресе то есть этот адрес нужен для сокета то есть этот адрес содержит ну информацию ну всю короче нужную информацию для того чтобы можно было создать сокет и и его использовать то есть там хранится такая информация как тип сокета айпи где не помню на самом деле поэтому поэтому не помню все ну давайте сначала заполнить заполнить самой нужной информации первое первое это айпи 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 это у нас это у нас ну тип нашего адреса то есть это семейство протоколов и поэтому главным образом использованный тип адреса то есть и определены константы а в данном случае я я запишу сюда вот такую константу а так и это у нас будет а f он спек это означает что не важно какой ну вот здесь константах можно посмотреть вообще все виды все виды этих констант так вот аф он спек указывает то что не важно какой у меня айпи будет айпи 4 или айпи 6 0 версии 4 или версии 6 что такое айпи в 4 и пиво 6 почитайте для общей информации айпи в 4 айпи в 6 дальше дальше мне нужно указать тип сокета хинс и пишем а и сок тайп и сок тайп у нас равно сок где-то где-то будет вот он сок стрим что это такое сок стрим это ну тисепи стрим сокет протокол у нас будет тисепи айпи то есть это не один протокол это два протокола объединенных потому что есть один тисепи и есть второй айпи ну сокет работает по протоколу но не только тисепи айпи там еще может быть югипи ну еще там всякие вариации дальше дальше есть еще вот такой параметр хинс а и флакс и я его выставляю вот это а и пассив это означает что мой айпи адрес чтобы заполнялся за меня чтобы я сам не заполнял то есть ну где-то вот так теперь идем дальше теперь нам нужно а вызвать функцию get addr info а да кстати давайте я тут еще переменную такую введу result result или даже давать ее перед непосредственным ее использованием вот так вот result и если result равно get addr info ну сюда передадим сюда порт ап стр порт сюда нашу структуру наш объект уже заполненный то есть объект типа структуры вот такой addr info мы его уже заполнили и это выходящий параметр это будет сервер это вот это будет заполняться это уже мы заполнили мы указали нужное на флаге для создания сокета и указали порт порт почему ну а и может ли здесь быть не ну об этом также рекомендую по почитать в справке если не равно нулю вот так хотя давайте не будем увлекаться этим давайте сразу 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 я вот здесь сделаю чтобы проще было читать так дальше если r не равно нулю то мы можем работать дальше так точнее если не равно нулю то тогда у нас ошибка return минус 1 но в этом случае мы получаем какую-то информацию об адресах то есть это функция get addr info она заменяет раньше были функции тем кто знаком с сокетами get host by name мы получали имя нашего хоста где запускается серверы там еще какая-то информация уже толком не помню толком не помню ну не давайте наверное еще в консоль стд напишем что рор и и и просто вот так вот укажем что в этой функции после этой функции так дальше получили нужную информацию то есть я в это все углубляться не буду потому что нету времени ну и с тем как и это все рассказывает а может затянуться на очень долго дальше дальше теперь нам надо перебрать ну грубо говоря перебрать адреса делаем мы вот так вот пока п не равно то есть это будет список который будет себе там содержать нужную информацию поэтому сейчас или сейчас или после просмотра этого всего просто берите и читайте информацию если вам нужно ну то есть документацию какую-то моя задача показать вам что простой веб-сервер создать не так уж и сложно простой простейший который можно запустить на ардуине а потом клепать какое-то простейшее приложение под android который просто будет там по ссылкам ходить и ваша arduino сервер на arduino будет вам возвращать какую-то информацию о каких-то датчиках может быть или еще чего-нибудь так дальше вот здесь что нам надо это мы бегаем по списку и здесь так давайте этот сокет тоже вот сюда переведем и здесь если давайте сокет равно и вот здесь вызываем ту функцию о которой я писал да сокет системную функцию ну вот же она есть есть правильно и что такое ладно так и сюда мы передаем наши вот эти вот заполненные параметры п соктайп и п а и протокол так запятаем есть и если сокет равно минус единица то продолжаем дальше ну то есть перебираем выбираем выбираем из этого всего списка а который нам вернет а вот эта вот функция заполнит список мы выбираем нужный правильный сокет который соответствует всем этим параметрам так дальше если если все же не минус 1 значит мы нашли тот нужный нам сокет то нам нужно сделать вот так вот set set по моему сок set сок ну установить опции вот я дописал тут зачем это нужна функция дело в том что иногда иногда можно столкнуться с тем что мы закрыли сервер и опять сразу же запускать или перезапускайте сервер ну к примеру у вас есть такая возможность при его запуске с командной строки там указать что что перезапустить через пять минут например так вот можно получить при повторном запуске следующую ошибку ну даже не то что следующую а ошибку о том что данный сокет уже используется дело в том что он еще может висеть в ядре системы занятым поэтому чтобы такого не было мы вызываем вот такую функцию и говорим что этот сокет может быть переиспользован то есть теоретически если кто-то сейчас второй то есть мы запустим и сразу же мы опять запустим вторую программу такую же то теоретически он может быть переиспользованы ну короче то есть это не обязательно вот это не обязательно и вот здесь ее нет да там клиенте но но вы можете с этим столкнуться и мне нужно было об этом сказать так вот если все хорошо эта функция отработала так оно хоть собирается кстати о не собирается а ну да так так теперь что нам надо дальше дальше нам надо давайте смотрим по схеме сокет есть бинт бинт что такое бинт так вот сокет да по поводу функции сокет эта функция мы уже поняли она результатом вызова этой функции а результатом некое некое число есть так вот результатом системного вызова сокета состоит номер дескриптора то есть это целое уникальное число идентифицирующий идентифицирующий сокет этот дескриптор должен быть использован то есть вот этот номер который здесь хранится для идентификации сокета во всех следующих системных вызовов таких-то как бинт там send write и все такое так вот после сокета нам нужно вызвать функцию бинт что такое функция бинт дело в том что вот здесь создается сокет сюда возвращается дескрипта так вот вновь созданный сокет не имеет назначенный локальных ну не назначенных локальных адресов или номеров портов на стороне клиента программам пользователя то есть не обязательно вызывать функцию бинт это не обязательно а вот на сервере нужно обязательно это делать серверные процессы должны указать порт с которым они работают поскольку этот порт используется для обращения к соответствующей службе соответственно это означает что сервер должен привязать привязать вот этот новый сокет к локальному адресу и порту и это привязка делается с помощью системного вызова то есть с помощью вызова системной функции бинт и вот здесь мы сразу бинт сделаем и и и передадим сюда это дескриптор наш дальше p а и адрес дальше p вот так вот а и и длину вот она да и если это все равно минус 1 значит системный вызов отработал как-то неправильно и и и и нам надо закрыть сокет закрыть сокет ну и продолжить продолжить вот этот вот цикл потому что здесь у нас все-таки заполнена какая-то структура вот этот серв инфу ну то есть список и значит не получилось значит идем дальше ну можете у себя по подыбажиться так что нам надо сделать дальше нам надо сделать дальше освободить все как бы хорошо ну и мы освобождаем эту структуру потом 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 если наш вот этот указатель равен нулю то есть мы прошлись по всему списку где он у нас вот по всему списку прошлись в результате дошли до нул и и и на нуле остановились то есть значит мы не нашли нужного нам сокета значит вот здесь мы напишем так давайте это скопируем значит значит минус 3 вернем это не надо это не надо вот здесь напишем сервер сервер файл 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 или давайте вот так вот файл 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 адрес пойдет дальше что нам надо сделать дальше бинт 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 судя по вот этой табличке вызывается функция лиса что такое лиса то есть бинт в бинт мы привязали этот сокет к номеру порту ну короче сделали привязку дальше системный вызов функции листа давайте его напишу и сейчас вкратце скажу так дальше если лист н сокет так сокет а блин тут надо максимальное количество коннекшенов давайте вот так define max и пусть это будет у нас тысяч может и десять тысяч а может и сто тысяч короче максимальное число соединений так вот если равно минус один то значит опять опять что то не так и мы вернем return минус 4 и тут напишем там error листа иначе мы возвращаем наш дескриптор то есть мы все это прошли все проверки значит если сюда дошли значит все хорошо так вот системный системный вызов листа дает серверу возможность подготовить сокет вот этот сокет для входящего соединения сокет вот да забыл сказать у нас блокирующие сокеты блокирующие это означает что при попытке ну то есть будет программа остановится на одной функции и будет ждать входящего соединения вот то есть есть не блокирующие сокеты то там у нас такой бесконечный цикл и мы каждый раз проверяем состояние а в блокирующих сокетах просто вызов системной функции ну одной системной функции которая ожидает соединения вот на этом этапе все остановится и продолжится тогда когда хоть какое-то соединение поступит так вот сокет переключается в пассивный режим и готов после этого принимать соединение то есть функция listen подготавливает сокет для входящих соединений ну и кроме того операционная система информируется о том что экземпляр протокола должен упорядочивать входящие запросы в очереди потому что может быть два три четыре пять соединений грубо говоря там за за одну секунду так вот это все становится в очередь и и и и и и и короче все ждут пока сервер не обработает не обработает так это функция у нас была которая создает сокет ого блин почти полчаса пишем ну наберитесь терпения наберитесь терпения не так уж и много осталось дальше так теперь что нам надо сделать вот здесь функция main да наша самая главная функция так давайте int socket descriptor что ли вот так вот объявим переменную или пусть сокет да будет теперь что нам надо еще ну сейчас вызовем функцию создания сокета так ладно тянуть не будем тянуть не будем сок равно равно create сокет сюда мы передаем порт сервер порт передали дальше если 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 сок меньше нуля значит какая-то ошибка и завершим нашу программу вот так вот вот так вот и и чем мы напишем error create сокет вот так создали сокет ну 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 давайте тут об этом и напишем но это будет просто printf это не ошибка сервер create дальше что нам надо сделать дальше а вот дальше нам надо запустить вот такой цикл бесконечный в котором мы будем ожидать наши соединения и теперь для соединения нам надо описать структуру ну объект вот такого типа сок adder adder storage и это клиент будет клиент клиент адддр и аналогично нам надо это клиент description и что нам еще надо ну сделаем так клиент 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 акцепт 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 как раз по нашей схеме следы да socket бинт listen и акцепт вот как раз на вызове этой функции система ну выполнение программы и останавливается останавливается потому что ждут совходящие соединения вот мы первым параметром передаем сокет наш то есть нашего сервера созданного дальше что нам надо передать дальше нам надо передать объект для заполнения передаем вот этот вот объект вот этот вот объект возьмем у него адрес так и чон он 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 принимает ладно я понял я понял сразу сок адр звездочка ну я это я так писал а вы как хотите можете вы можете по-другому так и здесь нам размер 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 надо передать значит пишем size of и клиент адрес вот так вот так собирается собирается это хорошо дальше смотрите вот здесь будет остановлена программа и здесь будет ожидаться входящие соединения как только входящие соединения произойдет вот сюда запишется идентификатор ну клиента что ли сокета клиента то есть как только поступает запрос соединения адрес запрашивающего клиента сохраняется вот вот этой в объекте вот этого вот типа то есть адрес сохраняется так если у нас вызов акцепт успешно завершается то он возвращает идентификатор идентификатор клиента если же по каким-то причинам он завершился неуспешно то он возвратит возвратит по моему минус 1 и здесь мы сразу напишем что ошибка error вот так дальше теперь смотрите вот у нас уже входящее соединение уже ожидается что нам надо сделать что сделать нам дальше можно можно просто вывести вывести ну а ip откуда пришло соединение давайте я сейчас сделаю сейчас я напишу поставлю на паузу и так вот я написал написал что я написал но есть такая функция не почитайте уже не буду распыляться уже полчаса пишется хотелось бы веб-сервер создать за час это моя функция которую написал я просто привожу проверяю семейство адресов и если это if in то я делаю привожу к одному типу объекта если же это другой тип то к другому типу объекта ну короче об этом разберетесь если нужно если не нужно вот так вот можно и оставить это это нужно для того чтобы просто вывести ip адрес клиента который подключился для этого буфер я выделяю и и и вот здесь потом вывожу но смотрите можно на самом деле уже попробовать попробовать запустить 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 ну давайте давайте попробуем так 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 давайте сначала запустим запускаю о файлы туфа энд адрес error create сокет файлы туфа энд адрес какая то уже произошла ошибка так сейчас я тогда найду ее и продолжим нашел нашел вот здесь ошибка была если вот эти все проверки мы прошли то у нас опять начинается новая итерация здесь надо было сделать вот так return ну break завершить цикл потому что в случае если равно минус 1 мы переходим на следующую итерацию тут вообще завершаем работу тут если не получилось сбиндить то мы закрываем этот сокет на следующую итерацию а так получается у меня все прошло все хорошо и опять на новую итерацию до тех пор пока то есть гарантированно он у меня доходило до нуля короче пробуем еще раз я правда не о сервер был создан теперь смотрите теперь смотрите что что надо сделать так сейчас для этого надо ну нам localhost на localhost на этом порте даже вот 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 так так давайте я вот здесь сразу напишу напишу комментарий то есть это это будет понятное дело на гитхабе в репозитории так нам надо вот такой адрес http localhost и порт 8000 то есть это не только с браузера можно это конечно же может и любое ваше устройство клиент клиент который будет соединяться только вместо localhost вам нужен внешний IP я думаю вы это понимаете но мы внутри тестируем берем браузер запустили что мы получили сайт cannot беречь хорошо открываем error accept соединение произошло но получили опять ошибку да ёлки-палки шо ж такое а а а где у нас error а а соединение пришло только 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 так я походу вот здесь что-то пропустил это я привел адрес заполнять а дальше ну-ка ой-ой-ой это указатель передается я сайзов какой-то погодьте погодьте а чё ему соклен я понял я понял мою ошибку соклен эс сайз вот так вот будет равно вот так вот а сюда возьмем эс сайз так 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 же вот здесь здесь он получает указатель адрлен вот он адрлен запустим еще раз и еще раз наш localhost о год connection наш сервер зарегистрировал два соединения как видите браузер тупит чё он тупит он ждет ответа от сервера потому что в данном случае когда мы с браузера ну пытаемся соединиться то браузер автоматически шлет http get запрос то есть там приходит строка в которой есть слово get и поэтому get наш сервер должен что-то ответить ну как минимум он должен обратно отдать какой-то текст или html страницу ну что-то такое сервер наш ничего не отвечает поэтому как мы видим браузер ждет 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 ну он скоро ему надоест ждать и ну потому что в любом случае здесь какой-то тайм-аут есть ну два запроса пришло я завершаю свой сервер как вы видите я завершил соединение соединение оборвалось и и и и и ничего не произошло но как минимум у нас уже есть соединение соединение вот здесь по хорошему нам нужно прочитать это соединение так как это будет http то давайте вот быстро наклипаем такую такую функцию которая будет у нас разбирать http так давайте вот так вот вводит и http request которую мы передадим просто идентификатор сокета вот этого клиента дальше 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 будет такая функция void parse http request здесь мы будем партить партить строку const char потому что все приходит в строке ну и для этого я еще заведу это так чтобы вы просто понимали я заведу такую штуку как type dev где нам перечисление в этом перечислении но я сейчас его напишу и потом вам покажу так смотрите вот типы http запросов ну методов connect delete get hit options короче мы будем только get обрабатывать парсить и все все остальное думаю по аналогии можно сделать залезть в описании http этих запросов и все все можно сделать короче дальше я сделал структуру в которой непосредственно будет тело сообщения и тип да это в данном случае будет get вот такая функция сюда мы передадим идентификатор сокета а вот здесь уже непосредственно будем передавать строку которую мы прочитали сообщение и вот это будет у нас заполняться объект вот этого типа будет заполняться дальше что еще надо еще надо отправить сообщение обратно серв клиенту это будет send send message мы тут будем отправлять int это идентификатор по моему он ну да для сенда что же надо и char это непосредственно сообщение и мы сделаем еще вот такую штуку send 404 я думаю многие сталкивались с таким числом 404 тут не 404 но так теперь по-быстрому по-быстрому сделать реализацию вот так вот по ночи в начале говорю медленно а под конец начинаю ускоряться потому что вижу что уже много времени ну я моё блин даже если за полтора часа справимся это будет круто веб-сервер за полтора часа ну конечно лучше бы звучало веб-сервер за час вот или http сервер ну как это такое громкое название надо ap str message ap header так ap str так дальше когда мы получаем наш запрос что нам надо сделать короче я наверное сейчас буду писать ставить на паузу писать а потом вам показывать так сделал ну вначале медленно наверное рассказывал из-за того что немного знакомил с сокетами и все такое объяснял смотрите что я сделал то есть это простейший уже у нас веб-сервер поэтому наверное видео и будет называться веб-сервер за час http сервер за час если кто дошел до этого момента то не обижайтесь за название короче http реквест что такое я сюда передаю идентификатор клиента я его обрабатываю и закрываю соединение смотрите сюда приходит номер сокета здесь там буфер сайс максимум я могу прочитать за один раз 65 ну 64 64 килобайта это буфер куда я буду читать и вот смотрите есть функция реком это функция реком читает с сокета а сокет уже мы знаем что уже пришло соединение читает ну то что он прислал то есть это поток байт на низком уровне вот на ну на этом уровне все работает вот так то есть пересылается поток байт строка или просто набор чаров или просто набор на байтовых ну это все поток байт я читаю в этот буфер дальше я смотрю если я прочитал больше чем 0 больше равно 0 наверное меньше равно 0 вот так хотя нет 0 это тоже там ну не значит что ошибка есть меньше 0 то ошибка короче я прочитал это сообщение напечатал его на экран и распарсил что я делаю вот здесь я здесь просто в самом простейшем случае определяет это запрос get или не get то есть http ой блин веб-браузер когда мы вот здесь переходим по какому-то сайту какая-то ссылкой нажимаем то он делает get запросы то есть он на сервер шлет get запрос как он выглядит этот get запрос ну в моем случае вот здесь в текстовом файлике сохранил в моем случае этот запрос выглядит вот так вот вот будет get вот такой вот структура запроса то есть это одна строка вот это все одна строка то есть slash n slash r или slash r slash n короче вот здесь это все одна строка и вот в этой строке самое главное вот get после get идет slash пробел slash и вот здесь между slash и версии протокола непосредственно тело запроса ну смотрите давайте запустим и посмотрим что получилось что получилось что получилось где наш браузер запускаем и чем увидим веб-сервер нам ответил давайте терминал откроем вот я получил два get запроса вот раз get и второй get запрос запросил какую-то иконку я так понимаю эту иконку куда-то наверное он хотел сюда отобразить что ли или сюда куда-то ну хрен его знает надо посмотреть что подразумевает вот такой вот запрос fall in icon я так понимаю это стандартная стандартная тема так вот вот наш запрос get давайте как будто бы мы хотим перейти по index.html или в этих get запросах может быть я даже не знаю давайте что-нибудь вот такое get какой-нибудь там скрипт all some some короче вот так и что мы видим вот наш запрос как мы видите get ну это экранирующие символы вот этот all some ну короче тело запроса непосредственно вот вот метод get потом пробел slash в конце пробел тело ой версия протокола а вот здесь само тело запроса а вот здесь само тело запроса index.html запускаем вот он видите то есть нам самое главное ориентироваться по этому теперь давайте давайте я наверное остановлю и потом запущу еще раз контроль c прервал программу теперь смотрите теперь смотрите где тут а вот я распарсил что я делаю я читаю эту строку дальше дальше читаю с помощью сэскон фон она читает до пробела короче продыбажить вот здесь я понимаю если это get то 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 что читаю так давайте еще раз ой 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 как так а почему error вот это я не догоняю я как бы вот это вот вот это вот сделал может этот держит соединение елки ну как же так ну вот жары юз а подождите подождите к чё у нас тут въезд 0 какой сокет сокет 3 а все создалось ладно запускаем теперь смотрите ap header в ap header я как раз в патч прочитаю вот это тело запроса то которое вот вот здесь вот тело запроса индекс html ну вот здесь сейчас ослышу что я делаю дальше что я делаю дальше дальше как вы видите что то здесь рисуется external это внешняя ссылка если мы класснем мы перейдем на мой блог ну типа на список видеороликов по темам если же нет вот например internal я клацаю то 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 давайте посмотрим что в консоли в консоли было вот internal короче что это такое где оно где оно вот смотрите вот я делаю 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 я получаю еще раз запрос дальше паршу его распарсил если это get то я делаю send message send message что я делаю я формирую тупо вот беру строку формирую ответ первым делом чтобы браузер знал что все хорошо первой строкой и дальше два enter н нужно отправить вот это http там версия и 200 это означает что окей если вы отправите что-то другое ваша страничка не отобразится а дальше я просто отправляю html страничку можно просто текст отправить а в этой html страничке я просто просто напросто формирую вот как будто бы это arduino и там как будто бы какой-то сенсор и еще сенсор и дальше ссылку первая ссылка внешняя вы видите здесь ссылка непосредственно куда-то там а вторая ссылка внутренняя в которой просто internal вот так вот если внешняя ссылка наш сервер ее не обрабатывает мы кликаем и сразу get запрос уходит вот по этому адресу вот уходит get запрос тело запроса будет вот такое я думаю вы уже начинаете понимать те кто еще не понимал если же ссылка внутренняя то уходит к нам get запрос и в теле запроса в теле сообщения вот он видите get вот будет internal мы можем прочитать это internal и в зависимости от того что в теле запроса мы ну то будем делать то есть что пользователь хочет то мы и делаем соответственно этих запросов http много есть get есть пост есть put есть trace и т.д. и т.п. в get тоже можно что угодно писать да там формировать свои запросы чуть ли не там этим джейсон джейсон какие-то там ну не знаю короче что хотите то и делайте я думаю идею вы поняли сейчас еще раз вот 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 когда вы парсите вот здесь вы можете если узнали что это get дальше вы можете прочитать тело вот этот путь а дальше в зависимости от этого пути internal это или это если к примеру индекс html что вы можете сделать вы можете вот здесь узнать что если это индекс html то send message сделать какой открыть файлик который локально у вас лежит индекс html открыть его прочитать и отправить понимаете я думаю понимаете если это там контент html или контекст html какой-то точно так же вы можете это все распарсить посмотреть путь и открыть нужный файл который может у вас локально храниться и отправить его то есть это уже такое так вот давайте попробуем теперь отправить не не 200 а давайте давайте вот такое сообщение вот send 404 это означает что ну запрашиваемая там страница не найдено или что-то еще или ошибка по-моему я не помню чтобы не врать чтобы не врать давайте сделаем вот так вот проверим так сервер остановим остановился ты или не остановился да вот 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 так вот и запустим старт а ну опа 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 а кто это кто это шлет мне интернал а это вот этот браузер еще раз чик интернал ну вот смотрите http error 404 почему потому что я ему отправляю вот такой код возврат то есть там кода возврата не мало поэтому поэтому об этом можно почитать и давайте последний эксперимент send месседжи мы все таки вот 404 еще втулим придет ли вот это остальное сообщение или нет давайте проэкспериментировать фейлит опять да что ж такое я же reusable сделал вот это вот это кстати интересно наверное вот этот держит наверное странно 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 сокет где у нас закрыли сокет дальше сокет равно 3 вот сейчас запустилась нет не запустилась дебаг еще раз так сокет равно 3 а чё закрываем а нельзя прибинить а нельзя прибинить потому что скорее всего кто-то держит а кто держит ведь ведь я же давайте это удалим вот так вот сделаем или давайте еще раз странное поведение не должно было быть да наверное все таки этот хром поддерживал так смотрите-ка смотрите-ка я отправил 404 404 но сообщение пришло так а ну-ка еще раз да 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 ну окей наверно надо не слать наверное не надо слать окей наверно давайте еще раз вот так так проверим теорию о том что хром держит соединение нет нет не держит очень и очень странно надо будет поколупать хотя вряд ли я буду колупать времени нет но вы поколупайте почему я вам может быть вот здесь что-то что-то упустил возможно возможно что-то в параметрах завтыкал ну еще раз вы представляете что происходит так ладно посеве попытка если не получается то то и фиг с ним поэтому поэтому что на этом все спасибо за внимание подписываемся то есть в целом вот уже есть готовый http сервер или веб-сервер в самом простом виде здесь не использовались ни потоки ни линуксовые точнее юниксовые такие штуки как форк есть такая штука как форк которая может запустить скажем 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 вот эту вещь ну в отдельном процессе ну точнее не конкретно вот эту функцию в отдельном процессе а этот процесс в отдельном процессе ну такой аналог потоков так вот здесь потоков нет здесь максимально максимально кроссплатформенно за исключением того что нужно будет изменить если у вас windows вот здесь вин сок ну и в windows насколько я помню обязательно перед тем как создавать сокеты нужно что-то проинициализировать вызвать какую-то функцию глобальную инициализации сокета что-то такое точно не помню и все в целом больше отличий нету что там набор функций одинаковые по типу там сокет бинт и так далее лисан и что тут поэтому всем спасибо за внимание надеюсь эта информация была полезная надеюсь вы досмотрели до конца и надеюсь у меня сейчас запустится и меня запустилась и вы уже можете писать свои веб-сервера если у меня будет время если у меня все получится то я создам подобное ну конечно же все будет зависеть от ваших комментариев и лайков так вот я создам подобное но уже https давайте посмотрим что будет если https придет htps вот так чем мы видели реквест полностью зашифрован то есть то что мы прочитали сокета она зашифровано это черти что соответственно это защищенное соединение защищенным соединением надо работать чуть чуть по другому вот если вам подобное видео понравилось и вы хотите дальше подобных таких видео то пишите лайкайте и по мере своего времени я буду создавать что-то подобное на этом все всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки комментируем и все такое всем пока подписываем лайки комментируем и все communication с вами подписываем thunder deuts какие